В Гродно проходит акция «Здоровая пища каждый день». Диетологи провели бесплатные консультации. Пообщаться со специалистом и назначить лечение можно было в детской поликлинике номер один. За два дня приема навстречу пришли около 20 пациентов. Среди них и взрослые, и дети. Намного реже стали обращаться девочки-подростки с анорексией. Однако в этом случае работа диетологов – это малая часть решения всей проблемы. Как правило, это заболевание вызвано психологическими травмами ребенка с лишним весом. Булемия, непринятие себя и порой неумение решить проблему оптимальным способом приводят к анорексии. В таком случае ведется комплексная работа и диетолога, и психолога, иногда даже психотерапевта. Тем не менее, это решается. Однако, как показывает опыт врачей, у детей и подростков за последние полтора года в пять раз стали чаще выявлять ожирение. И это связано в первую очередь с тем, что подобные акции начали проводить регулярно. А в самой поликлинике диетолог постоянно проводит приемы. К диетологу они попадают после осмотра педиатра, эндокринолога и гастроэнтеролога. По статистике, практически каждый четвертый ребенок в нашей стране имеет избыточную массу тела, а каждый восьмой – ожирение. «Прежде всего, это неправильно несбалансированное питание. Это раз. Во-вторых, гиподинамия. Дети, как правило, все больше и больше времени проводят, сидя у гаджета, смартфонов, телефонов, скажем так, отдавая предпочтению современным играм вместо обычных физических подвижных игр, таких как бег, плавание, велосипед, теннис и так далее. Ну и, конечно же, семейные привычки. Как правило, все-таки к неправильной еде все-таки приучают, как правило, родителей». С проблемами с лишним весом сталкиваются и взрослые. Как правило, причины этих килограммов – это неправильное питание. Для каждого человека рассчитывается специальная диета с учетом его соотношения роста и веса, рода деятельности и физической активности, а также наличия хронических заболеваний, которые могут влиять на вес. Например, сахарный диабет или заболевание эндокринной системы. «Например, белки. Достаточно 1 грамм на килограмм массы тела человека. Если это мужчина, более физически тяжело работающий, то можно до 1,5 грамма. В итоге, в среднем, мы видим, что всего лишь достаточно нам белков 150 грамм. При том, что из них 60% – это, может быть, животный белок, который мы все знаем, яйца, молочная продукция, мясо, рыба. Но 40% от этой нормы нужно растительных белков. А растительные белка можно найти в продуктах бобового класса». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова